Очень коротко и четко вам задаю вопрос. Ахметов, Тарута и вот все вот эти вот товарищи, они конкретно виноваты в том, что там произошло? Пусть это будет субъективное мнение. Я считаю, что они делали, но не сделали все, что могли сделать для того, чтобы... Типа, если Россия победит, то мы как бы не очень-то и сопротивлялись. Удобненько. Ну, это моя позиция, опять же, человека, который где-то принимал в этом участие. Опять же, к Таруте, когда он был губернатором, вы станете первым интернет-изданием, где я отзвучу эту информацию. Я приехал к Таруте как общественный активист тогда, лидер какой-то там руха проукраинского, с предложениями, как я себе это вижу, что на территории пяти районов необходимо в кратчайшие сроки поменять всего три человека. Главу райгосадминистрации, начальника полиции и начальника прокуратуры. И сразу ситуация кардинально начнет меняться в лучшую сторону. Мало того, пять районов, Тельмановский, Новозовский, они сейчас оккупированы. То есть это как раз округ, который я представляю. Я его очень хорошо знаю, я знал его до войны, я знаю его хорошо. Вот Тельмановский, Новозовский, Волновавский, Никольский, сейчас Никольский до переименования он был Володарский. И Мангушский до переименования он был Першатравневый район. Вот пять районов я приехал по югу области, я не буду говорить за всю область, по югу области поменяйте в каждом районе. По три человека, усильте их приданными силами а-ля добровольческие батальоны. За две недели везде будут украинские флаги, все будут за Украину. И я могу это гарантировать. Мало того, некоторых людей я рекомендовал и говорил, что сделайте это. Он не поменял ни одного человека. Ни одного. Но не гоняет. Ну, я не могу так сказать, но я могу вот сказать по результату. Опять же, почему я так уверенно говорю, что все бы поменялось? Тоже вам привожу пример. 9 мая 2014 года. Мой родной город Волноваха. На 9 мая мы все чтим победу, наши родственники воевали. У всех, я думаю. 9 мая всегда проводился помпезно, серьезно праздник. Тем более в украинских городах, в Донецкой области. Я думаю, что по территории всей Украины. Так вот, 9 мая 2014 года митинги шли под флагами России, ДНР. Все были, вот эта колорадская ленточка. Был один украинский флаг на всю колонну. Один. Накануне флаги мы их вывешивали, их все поломали. То есть флагов не было. В колонии был один флаг. Мало того, например, нам всем проукраинским ребятам посоветовали на митинг не приезжать, потому что будут последствия, скажем так. Хотя мы находились, мы не шли в колонии, условно говоря. Но мы находились, мы все фиксировали, скажем так. И я вам сразу приведу пример. Ровно через год, 9 мая, колонна, все дети города Волновахи, учителя, работники всех предприятий. Практически все в вышиванках, все с маками. Весь город завешан украинскими флагами. Знаете, что поменялось? Я народный депутат, я в вышиванке. Глава администрации в вышиванке. Все руководители правоохранительных органов, все в колонии, в начале, все в вышиванках. В Донбассе люди понимают, что есть вертикаль, есть власть, есть государство. Если руководство района идет, условно, в национальной одежде Украины, то все идут в национальной одежде Украины. И в этом нет проблем. И опять же говорю, проблемы не было, никто не хотел отделяться. Информационно так зомбировали. И показывали картинку, что якобы все выходят за Россию. Это не было. Как проводится митинг, технология, город Волновах? Как? Привезли 10 автобусов. Из 10 автобусов вышло 400 человек. В автобусе по 40 человек. Взяли в руки российские флаги. Здесь же российские телеканалы показали. По всей площади разбрелись люди. Подняли, условно, 100 флагов России, 400 человек стоят. И все скандируют Россия, Россия. Картинку засняли, во. Показали всем, гляньте, все в Волновахи за Россию. По факту местных практически нет. Ну, они были, но опять же, четко установлено, их была меньшая часть. То есть технологически отработали картинку, создали ауру, что якобы здесь все. И потом все сидят дома, глянь, как можно выходить за Украину. Глянь, посмотри, все же против. Лучше я дома посижу. Вот в чем проиграли. Донбасс, почему я так уверенно говорю? Мы не просто могли защитить, мы должны были это сделать. Опять же, я не берусь утверждать за Крым. Я не знаю, я не чувствую Крым, я его не знаю вообще. Но у меня в комитете работают три народных депутата, как я уже говорил. Мустафа Джамилев, герой Украины. Ахтем Чайгос, отсидевший за проукраинские взгляды. И Рустем Умеров, представитель фракции «Голос». Но он вместе с ними, он достаточно, ну, как молодой. Мы все относительно молодые. Но человек, который принимал участие тоже во всех этих событиях. И они мне все втроем говорят, если бы нам дали возможность, мы Крым бы удержали.